Португальская инквизиция была официально утверждена в 1536 году по просьбе короля Португалии Жоана III, однако фактически история Португальской инквизиции началась с 1492 года, когда происходил массовый исход в Португалии изгнанных из Испании иудеев и возникла проблема новых христиан. Португальская инквизиция, как и испанская, фактически была государственной инквизицией, нежели папской, хотя правовой основой деятельности государственной инквизиции являлась власть папы. История, предпосылки, когда в 1492 году началось изгнание иудеев из Испании. Десятки тысяч из них бежали в Португалию. Король Жоан II открыл португальскую границу испанским иудеям. Каждый уплативший 8 золотых крузада получал право на 8-месячное пребывание в Португалии. Иудеи же стремились обосноваться на постоянное жительство в стране, где не было ни инквизиции, ни преследований из-за веры со стороны монарха. 600 богатых семейств, бежавших из Испании, сумели за 60 тысяч крузада получить от короны разрешение остаться на постоянное жительство в Португалии. Массовая эмиграция чужеземцев в страну, население которой не превышало тогда 1 миллион человек, вызвало антииудейские настроения в самых различных кругах Португалии. Одни требовали их высылки, другие требовали установления инквизиции по образу и подобию испанской. Когда льготный срок пребывания испанских иудеев в Португалии истек, многие из тех, кто не уехал, были проданы в рабство, а их малолетние дети были высланы на африканский остров Санта-Томи, где большинство из них погибло от непосильного труда и перенесенных лишений. В 1496 году новый португальский король Мануэлли запретил исповедание иудейской религии и приказал закрыть синагоги, сжечь иудейские молитвенники, а иудеям принять католическую веру или немедленно покинуть пределы Португалии. Обратившиеся в католичество иудей, многие насильственно стали именоваться новыми христианами. В 1505 году в Португалии вновь разразилась эпидемия чумы, неурожай вызвал голод, в Лиссабоне вспыхнул антииудейский погром. Фанатики грабили и поджигали дома новых христиан, бросали в костры иудействующих, считая их виновными и в постигших страной несостях. В течение двух дней в столице погибло от рук погромщиков свыше трех тысяч человек, в том числе 600 из них были сожжены. В 1507 году Мануэлли, стремясь искоренить стране иудаизм, не нанося при этом ущерба экономике Португалии, отменил все прежние ограничительные законы против новых христиан и торжественно обещал никогда в будущем не издавать подобных законов. Тем, кто бежал из страны, была обещана амнистия. Насильственно крещенным в 1496 году было вновь обещано в течение 20 лет не преследовать их за невыполнение католических обрядов. В 1512 году этот льготный срок был продлен до 1534 года. Предполагалось, что за эти годы новообращенные успеют привыкнуть к новой религии. По истечении дарованного королевским эдиктом периода иммунитета в Португалии была учреждена инквизиция. Учреждение инквизиции в 1521 году Дон Мануэль скончался и на трон вступил его старший сын Жуан Три. Он был женат на Катарине, сестре испанского короля Карла V, ярого сторонника инквизиции. С ней в Лиссабон прибыли многочисленные доминиканцы. Под влиянием испанских родственников у нового монарха возникла идея учредить инквизицию в Португалии. Однако лишь в 1531 году он смог обратиться в Рим за разрешением. Переговоры с папским престолом продолжались несколько месяцев. 18 декабря 1531 года папа Климент VII издал булу Камат Нехиумагис, учреждавшему инквизицию в Португалии и назначавшую на пост инквизитора Францисканце Диогу Дасилову. 14 июня 1532 года папская була была опубликована и начались повальные аресты и массовые конфискации имущества новых христиан. Однако Диога Дасилова неожиданно отказался от поста генерального инквизитора. Король Жуан III вновь обратится в Рим с просьбой назначить нового генерального инквизитора. Но новые христиане собрали большую сумму денег и, снабдив ею своего нового поверенного Дуарте де Пас, направили его в Рим с поручением перекупить папских чиновников и добиться отмены инквизиции, что и было сделано. 17 октября 1532 года Климент VII издал декрета, повелевавший португальской инквизиции временно приостановить свою деятельность и назначавший в Лиссабо Нонция с поручением разобраться в ее действиях. Когда Жуан III стал чинить всякие препятствия для въезда Нонция в страну, Климент VII опубликовал 7 апреля 1533 года новую булу в Симпитерно-Риджи, в которой обвинял португальского короля в том, что тот обманным путем. Скрыв от папы факт насильственного обращения в христианство иудеев в конце XV века, добился учреждения инквизиции. В этой же булле папа приказал амнистировать и реабилитировать всех обвиненных инквизицией в иудаизме и узников выпустить на свободу, вернуть им имущество и соответствующие посты. Кроме того, папа создал кардинальскую комиссию, поручив ей подробно разобраться в действиях португальской инквизиции. В 1534 году умер Климент VII и его место занял Павел III и теперь к нему португальский король обратился с просьбой о восстановлении инквизиции. Новый папа и кардиналы опять ответили отказом и потребовали выпустить узников инквизиции, что португальские власти вынуждены были сделать в 1535 году. Решающее слово в этом споре сказал Карл V, неутомимый поборник инквизиции. В 1536 году его войска заняли Рим. Под нажимом испанского короля Павел III согласился восстановить инквизицию в Лиссабоне. Однако и на этот раз папа не дал полного удовлетворения португальскому королю. Булая 23 мая 1536 года Павел III назначил трех инквизиторов в Португалию в лице епископов Каимбры, Ламегу и Сеуты, разрешив королю назначить четвертого. Кроме того, было запрещено инквизиции в течение десяти лет конфисковывать имущество ее жертв. В течение трех лет ей следовало придерживаться норм светского законодательства. Наконец, осужденным давалось право апелляции в Верховный Совет Инквизиции, назначаемый генеральным инквизитором, на пост которого папа утвердил сторонника умеренных действий епископа Сеуты Диогу Дасеву, который четырьмя годами ранее отказался от этого поста. 22 октября 1536 года Папская була, учреждавшая инквизицию, была торжественно оглашена в Авере, где пребывал королевский двор, и инквизиция вновь приступила к своей деятельности. Был опубликован соответствующий дикт, призывавший население доносить на иудействующих, протестантов и ведьм, гадалок и прочих, прислужниц дьявола. Доносикам обещались разного рода награды, духовные и морские. В 1536 году трибуналы инквизиции были учреждены в Лиссабоне, Каим Бриевари. Столетие инквизиции. Инквизиция приступила к активной деятельности в 1539 году и в сентябре 1540 провела в Лиссабоне, первая в Португалии Аутадаффе. В архивах Португалии сохранилось более 40 тысяч протоколов судебных разбирательств местной инквизиции. Период высшей активности, который приходится на середину следующего столетия, число жертв Аутадаффе стало столь велико, а злоупотребления столь очевидны, что Папа Иннокентий XI наложил запрет на деятельность инквизиции в Португалии. Но уже в январе 1682 года, почти через полгода после возобновления деятельности инквизиции, последовало Аутадаффе в Каимбре. А в мае того же года, а числом и общественным положением жаженах самое известное в истории Португалии Аутадаффе в Лиссабоне, особые эмиссары португальской инквизиции следили за религиозным поведением португальских моранов за границей, уличенных в соблюдении иудаизма, арестовывали и доставляли в страну, чтобы предать суду инквизиции. Во второй половине 18-ти, активность инквизиции на Пиренейском полуострове значительно сократилась, частично благодаря либерализации общественного сознания, частично из-за почти полного отсутствия объекта преследования. В Португалии последние Аутадаффе вообще последние, в котором фигурировали тайные евреи, в частности, имело место. В октябре 1765 года формальная инквизиция в Португалии была упразднена в марте 1821 года, инквизиция в португальских колониях. Деятельность португальской инквизиции распространялась и на заморские владения. В португальском ГОА суд инквизиции был учрежден в 1561 году, однако уже до этого там действовали инквизиторы. Первое Аутадаффе было произведено в 1563 году, из четырех приговоренных к сожжению двое были тайными евреями. В Аутадаффе 1575 и 1578 годов были сожжены 17 тайных евреев. К 1773 году инквизиция в ГОА совершила 82 Аутадаффе, однако число тайных евреев среди осужденных с годами непрерывно уменьшалось. По всей очевидности, из-за устрашающего эффекта энергичной деятельности местной инквизиции, Бразилия долгое время служила убежищем для португальских марранов. В 1579 году епископ Салвадора получил прерогативы инквизитора, хотя все арестованные должны были транспортироваться в метрополию. Между 1591 и 1618 Бразилию посетили несколько инквизиционных комиссий и десятки людей предстали перед ними с покаяниями или доносами. Особая активность инквизиция в Бразилии достигла в середине 17 века после отвоевания страны у голландцев, под властью которых многие тайные евреи смогли открыто исповедовать свою веру. Многие из них фигурировали в Великом Утадафе в Лиссабоне в 1647 году. В 1713 году 38 новых христиан были отправлены из Рио-де-Жанейро в Португалию, где получили различные наказания, некоторые были сожжены. К концу XVIII века бразильская инквизиция переключилась в основном на преследование франкмасонов и последователей просвещения. С провозглашением независимости в 1822 году преследования инквизиции в Бразилии прекратились. Условия в португальских колониях в Африке не отличались от существовавших в Бразилии. Продолжение следует...